здарова это снова я и напоминаю что это вообще серия видео про знакомства в данном случае здесь я буду рассказывать тебе как познакомиться с девушкой если она с подругой или с подругами это довольно таки распространенная не идеальная опять же история но прежде чем я тебе это расскажу то есть смотри какой момент что зачем вообще мы так заостряем внимание на знакомство знакомства знакомства и есть такой тот социальный стереотип который во многом скажем родили пикаперы которые бегают по торговым центром ну то есть ты сейчас скажешь на это же прям я ну конечно я это то что ты видел в ю тубе все это время то есть это люди которые придумывают какие-то легенды какие-то ненастоящие они затыкают этим какие-то свои внутренние проблемы чего-то нехватку то есть не суть благодаря этим людям в кавычках благодаря и вообще там слабому обществу в целом которому не выгодно что кто-то делает то что он хочет есть негативный стереотип про знакомства ну то есть смотри к чему я это почему я заострил внимание на знакомствах потому что моя цель моего учения в том чтобы ты нашел себе женщину с которой тебе максимально хорошо ну или хотя бы неплохо давай так по такой логике где-то ее возьмешь ты можешь там помолиться ты можешь пальцы скрестить ты можешь записочку написать куда-то в стенку в какой-то вот по большому счету каковы шансы у тебя найти ту девушку с которой тебе будет хорошо с которой вы совпадете по ценностям по мировоззрению который будет тебя уважать а ты ее уважать которую с которой у вас будет все интересно классно круто и здорово да если у тебя нет выбора если ты не можешь познакомиться с девушкой для чего тебе надо научиться знакомиться неважно там что ты хочешь гулять или семей или жениться или все что угодно то есть если ты испытываешь дискомфорт и видишь девушку которая тебе нравится и не можешь к ней подойти что даже чудо произойти что с небес свалится там твоя самая лучшая и так далее ты также с ней должен будешь познакомиться и еще момент во первых их может придется перебрать какое-то количество потому что ты будешь общаться видеть что тебя что-то сильно не устраивает что-то не нравится с чем-то ты категорически не будешь мириться я не про какие-то моменты когда человек докапывается до мелочей а про такие основополагающие истины если они тебе не подходит ты их не сможешь проигнорировать во первых да нужен опыт нужна практика чтобы ты мог по выбирать себе женщину а во вторых для чего это нужно чтобы ты спокойно общался с девушками когда у тебя появится даже если тебя с ней познакомят друзья какая-то мадам не должно быть позиции снизу не должно быть ощущение что если она сейчас уйдет то все пипец у меня все тогда накроется медным тазом поэтому я должен буду быть ее марионеткой лишь бы только она не ушла поэтому я считаю что для любого нормального мужчины у которого цель создать хорошую семью с хорошей женщиной которую он выбрал осознанно а не потому что был затуманен слепой глухой и влюбился и так далее или не потому что не было другой ключевая первая цель первый шаг это научиться знакомиться это факт но просто и причем знакомиться не просто взял телефон побежал чтобы потом она с удовольствием этот телефон взяла сказала да конечно я хочу прийти на свидание то есть как без этого ты найдешь свою женщину просто спроси себя и прежде чем я начну рассказывать тебе нюансы знакомства с подругой 3 сентября у нас стартует 10 дневный онлайн практический марафон с моей поддержкой я вот так же будут только с тобой персонально в твоем телефоне шамшурин всегда рядом значит все подробности здесь по ссылке под этим видео бронируем места количество мест ограничено итак а если девушка идет с подругой то есть есть два варианта по сути дела основных есть много вариантов я рассказываю о двух основных вариант первый это когда ты сразу открываешь обеих вариант второй когда сразу открываешь только ту которая нравится тебе больше давай начнем с того который второй допустим идут две девчонки или там три девчонки или сидят неважно вы хотя есть нюансы и тут давай классическая схема они там идут ты подходишь ты говоришь только той который тебе нравится привет как будто 2 вообще нет ты там отлично выглядишь замечательно выглядишь там что-то ей говоришь из упражнений горлом который опять же у нас будет марафоне то есть и говоришь ты знаешь я хочу чтобы пообщаться прям как тебя зовут благо то есть общаешься только с ней и пытаешься ее отвести в сторон а чем это чревато то есть есть такой синдром подружки когда подруге завидно что знакомиться не с ней у нее какая-то на включается женская зависть женская ревность если это и так происходит периодически from time to time да то здесь шансов что подруга начнет скажем так ставить какие-то барьеры шансов намного больше ну там тем более может быть твоя там подруга там которая тебе понравилась она начнет смущаться потому что смотри не все же так однозначно как написано в книге у тарасова да то есть смысл всякой деятельности лежит в нее пределах то есть ты думаешь что это подруги то есть еще один минус то есть ты можешь подойти открывать вот эту девушку а для нее же очень важно мнение окружающих чтобы в глазах окружающих не показаться легко доступны если перед подругой она еще там типа может себе это позволить потому что с подружкой у них их много чего связывает но ты не думал о том что это может быть вообще мало знакомая девушка или женщина не знаю допустим там какая-то коллега по работе может быть она только сегодня первый день устроилась на работу и они прогуливаются вместе попросили познакомить с каким-то рабочим распорядком может быть это какая-то вообще там девушка какой-нибудь там парикмахер с которым они вышли там просто после после стрижки попить кофе то есть очень много чего может быть и если это эти девушки не подруги и ты вот так вот прям забираешь одну то вот и твоя в том числе который тебе нравится смысле не твоя она максимально много будет говорить нет 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 и так далее поэтому но этот способ тоже работает он для наглых ленивых парней и ты должен его попробовать в том числе но я бы все-таки рекомендовал способ номер номер один частности когда ты общаешься сначала с обеими девушками значит смотри и сейчас я тебе расскажу как противостоять синдрому подружки потому что это часто бывает вот так вот уж устроены женщины и они на самом деле очень интересные существа потому что если бы ты шел со своим другом подошла какая-то красивая девушка и сказала там давай познакомимся твоему другу там или не за тебе то я наверняка думаю что вы бы не стали мешать вам порадовались даже сами бы может отошли скорее серега бля я не буду мешать красавчик там все такое второй способ и первый вернее способ то есть когда ты открываешь их обеих независимо от того кто там понравился кто нет ты говоришь блин в обе классно выглядите что-то там какие-то начало общения с горлом а смотритесь как будто бы там в этом все остальное неважно ты ее открыл их открыл ты немножечко прям буквально там минуту-две общаешься с ними с обеими таким образом чтобы никто из них не мог отличить какая из них понравилась тебе больше возможно даже говоришь о каких-то внешних вещах слушайте как круто в лесу обожаю особенно когда пахнет там сосновым каким-то запахом сейчас кстати у многих людей к вид кто-то теряет запах то есть когда-то когда я болел у меня тоже была такая проблема я кстати не мог чувствовать а вы как что вы то есть и вы ты разговорился с ними они тебе отвечают на эти вопросы рассказывать про себя и через непродолжительное время ты говоришь той который тебе нравится больше уже когда познакомился советую души я хочу прям буквально пару слов тебе сказать и пытаешься ее отпусти в сторонку я тебе на минутку вот сейчас сторонку отведу и сейчас я тебя верну это один из вариант второй вариант ты при этом смотришь на ее подругу говоришь как бы ей но это не столько вопрос сколько просто ты ставишь ее в известность и при этом тихонечка за локоток берешь свою ручку берешь свою и говоришь что же ты не против я сейчас твою подружку буквально на секундочку в сторонку отведу и не дожидаясь ответа ты их немножечко разделять может быть всякое конечно сейчас я расскажу про сопротивление но допустим ты отводишь ключевое ну отведи на какое-то расстояние метров на 5 на 7 на 10 чтобы тебя не было там слышно и это не должно быть так что прям взял и бежишь то есть спокойно тихонько идешь желательно в идеале я сейчас говорю идеальную схему повернуть спиной подружки чтобы они не пересекались глазами потому что всякое бывает и может быть подружка в это время будет смотреть такая ну понятно это их женские заморочки но так или иначе это может повлиять в идеале сделать так как нужно по схеме там ты у нее потихонечку быстренько берешь телефон возвращаешь ее к подруге еще раз говоришь там блин вы такие обе классные там говоришь что и подруга суперская что у тебя есть какой-то охрененный друг которому нравится как раз такие ну и бла-бла-бла все прощаешься и уходишь как-то вот так если же допустим есть некий синдром подружки ну во первых да то есть ты можешь включить но мне больше всего лично нравится искры когда ты спокойно говоришь слушай вы обе классные ты тоже суперская если я сейчас хочу пообщаться с твоей подругой это совсем не значит что ты не привлекательный как но в данный момент как бы меня совпало с ней ну как-то вот говори что у тебя внутри ты можешь сказать что ты знаешь что у меня есть охренительный друг просто вот вот таки и я предлагаю встретиться нам с вами вчетвером хотя конечно же ты не будешь этого делать ты не будешь встречаться с ними вчетвером ты же надеюсь меня понимаешь эта игра и говоришь вот поэтому сейчас мы с твоей подруги договоримся и все прочее если она начинает ее хватать там горит она никуда не пойдет и тогда то есть но везде есть какие-то некрайности границы то есть понятно что ты не будешь тянуть за одну руку а подруга за другую то есть тут уже если девушка который ты подходишь настолько скажем подчиняема своей подружки то вряд ли наверное ты сможешь с этим что-то сделать и нужна ли тебе такая женщина там просто полностью отсутствует адекватная личность что касается искренности когда ты обрабатываешь эти возражения этой подружки барьера то есть самое главное быть невозмутимым спокойным самое главное юмор и стёб не надо там агрессировать или негативить потому что но она ни к чему хорошему не приведет точно потому что ты уже свою против себя настроишь есть конечно еще всякие там пикаперские варианты да типа из серии нужно столкнуть их лбами нужно их поссорить типа почему твоя подруга все время командует тобой там а почему там ты и слушаешься она что у вас главное но я думаю что это работает не так хорошо как искренность как спокойное общение и когда ты такие доводы делаешь против которых просто ни одна женщина устоять не может тут такой вопрос если она с подругой и они обе прикольные вот тут недавно человек тоже задавал вопрос актуальный то есть он это если вот я подхожу они там обе классные типа чем не делать ну во первых научиться определяться в своей жизни чё тебе делать во вторых если хочешь там на соблазнить их обеих то это может сделать одновременно может сделать порознь но я вообще здесь как бы о семье поэтому я считаю что это все извращение и такие темы я не очень люблю озвучивать хотя мне лишь что рассказать на эту тему поверьте допустим они обе классные и ты не можешь выбрать ты не можешь определиться ты можешь попробовать взять телефон у обеих и сказать, что, слушайте, вы вообще прикольные, я хочу с вами с обеими погулять. Если они будут говорить тебе, как так с обеими, так же, блин, ну да, ну мы же нормальные люди. Будем общаться, у нас будет веселая компания. Ты можешь там поугарать, сказать, что ты знаешь, вы знаете, я еще не определился, кто из вас мне больше нравится. Но это такое, если из них какая-то там более скромная, ей может от нее зайти. Поэтому я бы сказал, слушайте, я буду брать телефон у вас обеих. Почему? Не спрашивайте, то есть и пытаешься взять. Там также могут быть какие-то возражения, могут быть какие-то барьеры, но это все не смертельно. То есть учись, тут ключевое-то в чем, что у тебя должен быть опыт. То есть и многие спрашивают, а как мне ответить, если она говорит вот это? А как мне, что мне сказать, если она говорит вот это? Самое главное, не то, что у тебя в башке будет какой-то перечень скриптов общения, потому что в каких-то нестандартных для себя или стрессовых ситуациях все равно забудешь, у тебя из головы это вылетит. Самое главное, это опыт. Когда ты в этих ситуациях много раз побывал, для тебя это не проблема. А как ты найдешь себе любимую женщину, если ты не в состоянии даже подойти и открыть рот, пообщаться с теми, которые тебе нравятся? Спроси себя. И для того, чтобы у тебя с этим наконец-то перестала быть проблема, я приглашаю тебя на свой практический онлайн-марафон, который стартует уже совсем-совсем скоро. Он будет 3-го числа. С 3-го числа 10 дней подряд я буду с тобой на видеосвязи. Я и мои коллеги, ты будешь в чате выполнять все упражнения и задания, практические. И самое главное, что ты будешь получать их от меня голосом. Я буду отправлять тебе аудиосообщения в специальном чате, и это будет очень круто. Этот формат позволит тебе на расстоянии выполнить все задания и упражнения. Тем более, они максимально лайтовые для того, чтобы любого возраста мужчина мог себе это позволить. Ссылки здесь под видео. Скоро откроются продажи. Субтитры сделал DimaTorzok